МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Удивительно обаятельны и преданы своему делу. 27 сентября у всех работников учреждений дошкольного образования профессиональный праздник. Именно в этот день, 150 лет назад, впервые в России в Санкт-Петербурге открыли первый детский сад. Был он частным, его хозяйка Делаида Симонович принимала детей от 3-8 лет. В программе были подвижны игры, конструирование, даже курс родиноведения. И только с 1900 года Министерство народного просвещения начало субсидировать занятия с детьми. Сегодня в России 60 тысяч детских учреждений, в которых работает около 1 миллиона 200 тысяч воспитателей. Светлана Адаевская по профессии учитель истории. Работала классной дамой в гимназии Эврика. Путь к школе ежедневно был одним, проходила мимо 18-го детского сада. Улыбки и смех детей сжимали сердце. Однажды поняла, что хочет работать с малышами. И ей это удалось. Признается, первое время было трудно. У меня первоначально не получалось подняться до уровня детей маленьких. Причем подняться – это не оговорка, потому что с маленькими детками работать гораздо сложнее, чем с взрослыми. Они непосредственные, они говорят все, что думают. И им надо давать гораздо больше сил, чем деткам постарше. Но в то же время отдача, которую дети дают маленькие, она гораздо активнее, она гораздо заметнее, чем это в старших классах той же самой школы. Новые профессии пригодились хобби. Занятия музыкой помогают готовить воспитанников к утренникам. Увлечения аппликаций без труда помогли освоить новую технику квилинг. Сегодня на занятии грибная тематика. А вот этот красивый такой грибочек, тоже красненький. Мухомол. А мы его с собой возьмем? Нет. А почему? Он не давитый. Он не давитый. Новый государственный образовательный стандарт, принятый 28 августа, поможет убрать подмену детского сада школой, считает Минобранауки. По мнению чиновников, не стоит отбирать у детей детства самого раннего возраста, нагружая их учебными предметами. Главная цель которой должна стоять перед воспитателями – умеренная подготовка к школе, создание условий для того, чтобы ребенок заинтересовался будущими уроками, а не боялся их. Переход на новый стандарт займет не менее трех лет. Модернизация – не новшество для Анапского детского сада «Виктория». Перенять опыт работы сюда приезжают воспитатели и заведующие со всех регионов России. 18-й детский сад является федеральной стажировочной площадкой. Среди достижений – победы на всероссийских и краевых конкурсах. Бассейн и тренажерный зал для детей. Когда-то в этот садик привела своего ребенка учитель начальных классов Анна Пинчук, а позже и сама устроилась работать в воспитательную группу кратковременного пребывания. Детей сюда приводят на три часа. За это время успевают и заниматься, и поиграть. Мы – листочки. Пошли тут по кругу влево. Мы – листочки, мы – листочки. Мы – осенние листочки. Вдруг подул ветерок. Ветер, ветер, ветер. Подул, 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 подул. Подул, 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 подул. И забыл на душе. Каждый день у нас с ними эта маленькая победа. Например, мы постигли счет до пяти. Это уже победа. Мы изучили какую-то букву. Это снова победа. В этом детском саду есть необычная фольклорная студия, в которой детей знакомят с историей Кубани и укладом жизни казаков. Руководит ей воспитатель с 30-летним стажем работы Галина Мларут. Ее занятие – маленький спектакль. Одежда детей, предметы быта, песни и стихи помогают ребятам почувствовать себя кубанскими казаками. Лучше нет родной Кубани, нет богаче края. Ты всегда любимая будешь, сторона родная. В отличие от других музеев, в этом не только можно, но и нужно все потрогать руками. Почувствуйте себя настоящими казаками. Как проходило это все. В то далекое время за такой большой длинный стол садилась вся семья. Но казачку посвятую строго. Ту любовь, которую я им несу, получаю от них взамен. То есть в этом я считаю успех моей работы. И девизом по жизни считаю слова, что идет от сердца до сердца и доходит. По словам самих воспитателей, у них никогда не зачерствует душа. Любовь детей согревает сердца. Педагогический стаж Людмилы Поповой – 36 лет. Равен основанию детского сада «Теремок». К ней девочки после сна выстраиваются в очередь, чтобы заплести козу. По словам воспитателя, каждому ребенку нужно уделить внимание одинаковое. И ни в коем случае не унижать. В них нужно вкладывать свою любовь, свое понимание к детям. Потому что дети – это индивидуальность. К каждому нужно особый подход иметь. Немаловажно для любой профессии остается заработная плата. Еще 10 лет назад воспитатель в России в среднем получал 10 тысяч рублей в месяц. Сейчас со всеми надбавками, возьмем, к примеру, наш регион, 15 тысяч рублей плюс 3 тысячи поступают по губернаторской программе. И 300 рублей ежемесячно выделяют муниципальные власти. В среднем 18-20 тысяч рублей. Проработав 25 лет в системе дошкольного образования, сотрудникам полагается право на льготное пенсионное обеспечение. Как раз 25 лет работает воспитателем Ираида Сутугина. О выходе хоть и на льготную пенсию даже не задумывалась. Ведь в детском саду «Улыбка» в Юровке она не просто воспитатель, а сказочница. Здесь уклон идет на кубанский фольклор, сказки и песни о казаках. И урок музыки сегодня особенный. Работая над программой, нам приходилось брать интервью у воспитателей в рабочее время. Отвлекаться от дела, пожалуй, именно в этой профессии совсем нельзя. Воспитатель несет ответственность за каждого ребенка в группе. Поэтому, пока шла запись интервью, за детьми присматривали няни, методисты и даже заведующие. День дошкольного работника проходит один раз в год. И самые искренние пожелания, конечно, от их воспитанников. Я бы желаю, чтобы она была веселой, красивой. Я хочу, чтобы у нее никогда голова не болела. Здорово. Чтобы была красивая. И чтобы вы в отпуск не уходили. На этом все. Программу «Это важно» можно посмотреть и на сайте «Она по регион» в разделе проекта. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!